Да, хорошо. Да, сейчас уйду. С автомобильным рулем в руках родилась, так говорят о Юлии Комиссаровой мужчины. Любого железного коня участковую полномоченной укращает за считанные секунды. А это явный плюс в работе стража правопорядка, которому по долгу службы нередко приходится участвовать в погонях. Кстати, также легко общий язык Юлия находит и с настоящими лошадьми. Любовь к этим животным ей еще в детстве привели родители. И она, урожденная сибирячка, едва научившись ходить, уже уверенно держалась в седле. В 95-м семья перебралась в Выборг, но страсть к лошадям, как говорит наша героиня, осталась на всю жизнь, равно как к охоте и рыбалке. В юные годы она вместе с дедом ходила на медведя, а сегодня легко может подстрелить утку или поймать щуку. Впрочем, все это хобби. Основное же время Юлии Комиссаровой занимает любимая работа. Именно так она отзывается о профессии участкового. Погонова боржанка начала носить в 2001 году в качестве дознавателя. Однако уже спустя два года поняла ее призвание быть ближе к людям, выражаясь языком полицейских, работать на земле. Так она стала участковым уполномоченным. Здравствуйте, старшая участковая Комиссарова. Скажите, как у вас дела? Жалоб нет никаких? На территории веренной Юлии Комиссаровой проживает около 12 тысяч человек. Она обслуживает ближайшие к Выборгу поселки – Северный, Петровский, Выборгский, Гвардейский. Семейные скандалы, пьяные разборки, притоны, хулиганства. Во всех, как их называет Выборжанка, Кастрюлькиных делах приходится разбираться участковым. Впрочем, она и не жалуется. Всегда готова прийти на помощь, да и просто выслушать человека, который нуждается в ее участии. Как витрину восстановили? Возгласили ущерб? Да. Все нормально? Все хорошо. Ну, самое главное. Ну, если что, обращайтесь. Вот и на сей раз жители Выборгского поселка поспешили поделиться со стражем правопорядка своими переживаниями. Длительное время путь к одному из домов преграждает бесхозный автомобиль, мешающий в случае необходимости проезду экстренных служб. Комиссарова обещает разобраться в ситуации. И люди верят, если она взялась за дело, доведет его до конца. Хотя всегда находятся те, кто относится к женщине в погонах скептически. Регулярно приходят. Частенько вижу ее. Претензий нет никаких к участковым. Женщины должны быть в погонах, потому что к женщине более как бы лояльно относится все население. Так что женщина более мягче. Сильно не накажет. Не женская профессия. Мне так кажется. Есть масса других женских профессий. Ну приятно очень видеться. Такая симпатичная у нас молодая участковая. Очень приятно. Но я желаю, чтобы у меня не было никаких осложнений на работе, потому что работа сложная очень. За 9 лет работы в службе участковых уполномоченных Юлия Комиссарова повидала всякое. Были и ситуации, связанные с риском для жизни. Когда я пришла в квартиру, там конкретно сидят 5 человек-гопников, накачанных алкоголем, поэтому разговаривать там бесполезно было. Когда-то у меня такой шкаф пошел под 2 метра, конечно, там уже не думаешь, там уже защищаешься. Как вам вызывают это объяснение? Табуреткой. Табуреткой по голове? Ну я его отмахнула, я получается его просто, ну а что было делать? Если он у меня вот так идет, какой выход был? Ну, упал, так приземлился. Пятую точку, сел, сидел, глазами хлопал. Выдержки и умению Комиссаровой быстро найти выход из любой ситуации могут поучиться многие мужчины. Коллеги зачастую обращаются к ней за советом, а она никогда не отказывает в помощи. Но вот одну способность сослуживцам не принять, как бы ни старались, это умение чувствовать сердцем. Ни разу за время работы в правоохранительных органах женская интуиция Юлию не подвела. Поэтому в коллективе ее ценят и уважают. Опекать, наверное, можно маленьких, миниатюрных, где, наверное, все-таки сложно. Да, я с ними почти одинаково. Со своим еще строгим голосом, как гаркнувый раз. Поэтому, я думаю, вряд ли. Работа участкового очень сложная. Женщинам, конечно, особенно быть тяжело в участке участкового. Но дело в том, что бывает, что нужны участковые, конечно, и женщины, потому что они могут и понять, и иногда у них есть какая-то тонкость женская, которую психология человека понимает. Несмотря на успехи, достигнутые на профессиональном поприще, Юлия Комиссарова считает, что для женщины главное в жизни – дети. Пока она ловит преступников, дома ее всегда с нетерпением ждут семилетний сынишка и пятилетняя дочь. Карьеру бы, как бы ты ни делал, будет хотеться больше. Остановиться сложно. Я думаю, что все-таки вначале лучше наоборот. Ребенку он никогда не будет мешать. От карьеры тяжело отказаться. Когда темп пошел, тяжело от этого отойти, избавить этот темп. Поэтому многие, когда говорят, родили одного Оли через пять, через семь, я второго, мало кто потом отважится. Супруг неоднократно просил ее найти более спокойную работу. Но она была непреклонна. Выпускница детского театра, управленец по образованию, заядлая рыбачка и охотница. Остается верна выбранной профессии. Людмила Перминова, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город».